Народ, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Пайн. Как помните, в прошлом выпуске прошли основное обучение, то есть все основные фишки. Также нашли вот этот город, в котором живут лисицы. Соответственно, я так понимаю, здесь нужно продолжать потихонечку исследовать город, общаться с ними. Кто-то будет говорить какие-то интересные вещи по-любому. Кстати, помимо прочего, здесь есть воровство, то есть можно подкрасться, своровать что-нибудь. Это просто так. А прямо сейчас нужно нам продолжить исследовать пыльцовый перевал. Я, честно говоря, не знаю, что это значит. То есть это, скорее всего, вот это вот всё, пыльцовый перевал, да? Скалистый берег. Дом. Всего нам нужно отправиться вот сюда. Всё окей, я понял. Так, закрываем карту. А чё ты такой злой? Надеюсь, рогачи чувствуют себя получше. То есть лисицы больше к нам не агрессивны. Ну, то есть мы ещё и не дружим особо, но хотя бы не сражаемся. А вот все остальные будут на нас нападать. Здесь какая-то пещера. Заглянем? Ну, давай заглянем. Также, я так понимаю, здесь будет куча всяких головоломок и прочего-прочего. Прочего. Окей. Что это мне даст? А, это можно вот тут, где угодно. Это мне сейчас дало проход вот сюда, но сюда мне не нужно. Подожди секундочку. Давай поставим обратно. Угу. Так. Если взять это. А, всё, я понял. То есть вынимаем вот это добро. Он улетает. Дальше мы его там опускаем. Ну, что-то такое непонятное там произошло на самом деле. Всё хорошо. Да, он там остановился. Сюда можно пройти. Воу. Это что такое нафиг было? Это было сейчас неожиданно. Ну-ка. Блин, у меня такое ощущение, что это босс. И что зря я сюда забрался. Нет, это всё-таки великан. Это тот, кому-то нам нужно было прийти. Ээээ, здравствуйте. Живой человек в моей пещере? Я так рад. Столько лет прошло. А, вы, наверное, малыш. Он самый. Ты понятия не имеешь, как долго я пробыл здесь один. А теперь ко мне пришёл человек. Вы никогда не покидаете эту пещеру? Нет, в мире за её пределами нет места для таких, как я. Всех и каждого волнуют только их собственные проблемы, и никто не хочет жить дружно. За исключением тебя. Люди, я готов терпеть только свою сестру. Но я её давно не видел. А вас что, много? О, когда-то нас было очень много. Но мы ушли в пещеры, когда жители острова начали одолевать жажду власти, которая с каждым днём становилась всё сильнее. Ну ладно, надеюсь, ты пришёл не просто так, а по делу. Мне сказали, что вы умеете делать снаряжение и орудия. О, давно я этим не занимался. Последний человек, которому я отдал свои работы, приходил много лет назад. Он был моим другом. Кажется, он жил в заброшенной стражевой башне неподалёку. Я мастерил для него снаряжение, орудия, а ещё сундуки, в которые он складывал свои пожитки. В благодарность за это он приносил мне вот эти блестящие шарики. Как же я их обожаю. А мы такой с вами один нашли? Тебе стоит сходить в его укрытие. Может, тот человек оставил там часть своих вещей? Да. И пока я не забыл. Каждый сундук отпирается маленьким ключиком. Графит для ключей. Вот из чего я их делал. Давай запишу. Это мы тоже с вами нашли в прошлом выпуске. Хорошо, попробуй отыскать. Спасибо, что заглянул человек. Не забывай про меня. Так, графит это конечный материал. Он нужен, чтобы изготавливать ключ Эвальмара. Его часто можно найти в отдалённых труднодоступных местах. Но мы с вами нашли две штучки просто так. Ну, дружище, а где была эта стражевая башня? Ты быстро всё забываешь, маленький человек. Как выйдешь из пещеры, иди на запад, и ты всё увидишь. Понятно. Сначала нужно сходить туда. Секунду, а давай... Ну, здесь он, видимо, спал. Давай всё смотрим. Во-первых, там дальше проход был. Фига, у него всё огромное. Ладно. Мы к тебе ещё вернёмся. Пошли дальше. То есть здесь, в принципе, теперь этот проход будет всегда открыт. Вопрос заключается... Вот что упало. Вопрос заключается в другом. Что у нас с вами здесь? Ну-ка. Это сквозная пещера по-любому. Смотри. Какая-то электрическая фигня. Но у меня просто нету нужной вещи, чтобы с ней взаимодействовать. Итак. Мы с вами прошли насквозь. И башня находится где-то здесь, да? Осмотри старую дозорную башню. Ну-ка. Да, точно. Я думаю, что просто сюда дорога приведёт. Опять же, нужно искать ресурсы. И здесь очень много придётся исследовать. Потому что, сами понимаете, мир открытый. Здесь много чего раскинуло. Графит для ключей, пожалуйста. Окей. Это собрали. Итак. Забери снаряжение из тайников. Найденное снаряжение. Понял тебя? Сейчас соберём. Вот только вопрос. Ведь он же... А он меня, может, научил ключи делать? Секундочку. Давайте посмотрим. Ремесло. Да, я могу ключи делать. Всё правильно. Только... Секундочку. Графит 4 из 8. Нужно 8 единиц. Это весело, блин. А там кто? Лис? Звоночек. Особый предмет. Здесь вроде больше ничего. Это не графит, нет? Эй. А что ты там тащишь? Расскажи мне. У тебя графита нету? Ладно, бог с ним. Это чего? А, ты спишь? Секунду. Точно он спит, смотри. А это его яйца. Яйца пухляша. Хорошо. Я типа так подберу аккуратненько. Его трогать пока что не буду. Потому что пухляш может оказаться довольно-таки сильным. И скорее всего он это место по идее должен был защищать. Но он спал. Так. Сфера Ихтиона. Еще одна. Одна из тех светящих сфер. Малыш наверняка ей заинтересуется. Я тебя понял. А как мне наверх подняться? Ведь эта фигня должна как-то... Эта фигня должна как-то поднимать. Я понял тебя, смотри. Вон. Прикольно сделали. Молодцы. А, там еще выше можно было подняться. Ну ладно, мы сейчас по очереди все посмотрим. Туника. Эта одежда пошла. Наручи. И штаны. Давай быстренько все оденем. Снаряжение. То есть вот это все, что у нас как раз с уровня 2. Старый сосновый меч. Он выбран. Щитки клинолесия. Надеть. А, это просто снизу оделось. Наручи. Зелье силы задумка. Стекло задумка. А, это задумка, это рецепт. Должно быть эту записку оставил тот человек. День 166. Сегодня я постречал вождей нескольких деревень, где есть убежище. Вот уже несколько месяцев я отмечаю на карте короткие пути между этими древними строениями. Убежища имеют большое значение для нашего славного будущего. Я также выяснил, что зелье силы делает меня желанным гостем в любой деревне. Вожди их обожают. Убежище. Что они такое? Быть может внутри я смогу найти ответы? Или новый дом для всех нас? Я должен изучить их все. Этот человек отметил их на карте. Окей. Так, стекло. Тоже забираем. И нам нужно подняться... Секунду, это внизу что-то. Нам нужно подняться еще выше. А как мне это сделать? Скорее всего нужно спуститься вниз и потом уже туда. Раз. И поднимаемся еще выше. Так. Одно секунду. Здесь еще что-то. Это похоже на улучшенную рогатку. Только вот в качестве снарядов ко мне не подойдут. Мне придется что-то смастерить. Хорошо. А также здесь лук и стрелы. Шикарно. Луки это мощное оружие дальнего боя. У всех обитателей острова есть свои уязвимые места. Попав в аниме ты нанесешь противнику мощный критический урон. Хорошо. Собираем. Почему бы нет? И тебя ждет множество захватывающих приключений. Помещать задания и снимать с них метки можно на складке задачи. Понятно. Давай все это быстренько забираем с тобой. Блин. А что-то по одной ты собираешь? Давай все. Ладно, хорошо. Я тебя понял. Значит по одной. Естественно стрелы можно крафтить. Все это можно делать. Вот как мне туда попасть? Вот это я не понимаю. А. Ну-ка. Попал. Эй. Ба. Чук. Тихо. Зараза. Если бы я знал. Окей. Повторим. Кстати. Можно стоять здесь наверху. А можно стоять там внизу. Понял? Ну-ка. Причем она довольно-таки быстро обратно едет. Так что нужно все четенько сделать. Здесь есть сундук. Секундочку. Езжай обратно. Да. Но только открыть я его не смогу. Да? Ключа нету. Нас с тобой нужно еще четыре как раз этого песка. Там что? А. Это проход обратно к нему. Нет. Давай-ка мы с тобой сначала песочек поищем. Опа. Его лис атакует. А может быть и я немножко помогу лису? Ну это как. Типа я хочу тоже ресурсы получить. Ты можешь пить зелье, чтобы... Тихо. Ладно. Не читаем пока что. Все отлично. Это мое. Ты уж извини. Все мое. Прикольный. Так. А здесь больше ничего нету, да? Да. Здесь все собрано. Но я хочу сначала найти немножко графита для ключей. А потом уже отправимся обратно. Кстати. Я так и не протестировал лук. Это скорее всего снаряжение. Надеть предметы. А как мне его использовать? А. Я понял. То есть у нас с тобой может быть либо лук, либо... Проща. Все. Окей. Так. Мы находим еще две единицы графита. Осталось еще две найти. Так. Кто такие? Привет. Словно конья шкура. Вы. Чего? Не. Не надо меня бить. Мне просто шкура нужна. Чтобы вас не сдирать. А что не собирается-то? А. Мешок полон. Подожди. Мешок переполнен. Но я на самом деле могу что-нибудь схомячить. То есть например вот этого, да? Есть. Взять шкуру. Ну. Хотя бы. Хотя бы что-то. Ладно. Там он впереди. Смотри. Еще один. Вот куда ему нужно выстрелить, чтобы нанести критический урон. В рот? Нет. Хотя нет. Неплохой урон был. Спокуха. Ладно. Не тратим больше стрелы. Нормально. Ресурса дай, пожалуйста. Ресурса дай, пожалуйста. Нет. С ресурсами здесь беда. Так. Нам с вами нужно вернуться к нему. Но для начала я все-таки хочу, знаете, что сделать? Да тихо ты. Не переживай. Это я. Хотя. Нет. Это лис. Все нормально. Так вот. Я хочу сгонять. Немножко там отдать лисам ресурсов, чтобы можно было разгрузить карман. Это раз. А во-вторых, еще графит найти. Интересно. А я могу просто здесь спрыгнуть и надеюсь, что не разобьюсь? Да. Вроде все в порядке. Это поджечь нельзя. Так. Что я вам могу отдать? Яйцо пухляша. Маленькое розовое яйцо. Оставим. Эссенцию перекинем. Дальше. Звоночек оставим. Перо. Я не знаю. Может быть это ресурс для крафта. Стекло. Точный ресурс. Песчаник. Может быть. Ладно. Так потихонечку будем накидывать чего-то там. Ткань оставим. Ну ладно. Пускай будет одно яйцо. Одно перо. Одна шкура. Потому что мы там можем еще собрать. Таким образом мы с вами немножко разгрузимся. На 50% повысили. Ну то есть до 50%. Нужно еще столько же. Секунду. Отлично. Там похоже да еще есть. Здесь только одна куча. Здесь только одна куча. Мне нужно еще графита. Давай наверх поднимемся. Здесь мы ничего сделать не можем. Просто кружочек сделаем. В любом графит где-то есть. Это еще одна коробка для пожертвований? Да точно. Хорошо. Это удобно. Ну-ка здесь. Помост. Еще лисы. Слушайте, да у вас огромный город. Могу поговорить с тобой? Ты кто? Адимир. Интересно, как поживают плевуны по всему острову? Без понятия. Итак, население, провиант, материалы. Или это другая деревня? Сложно сказать. Может быть это просто другая деревня и не та же самая. О, если я это заберу. Мне интересно, что-то за это будет или нет. Но все-таки я заберу. Спасибо за сферу. Уже третья. А кто здесь живет? Красиво у вас. Я жильцов вообще не вижу. Я жителей этого поселения вообще не вижу. Хотя. Привет. Опа. Если вы ставишь блок щитом, в нужный момент с помощью Right Mouse Button. Понятно. А ты отпорируешь атаку? Ну прям. Ты посмотри-ка. Прям. Понял тебя? Как его? Секера? Нет, они очень сильные. Бежим отсюда. Сколько игр стало выходить с такой боевкой, а? С блоками, перекатами, у воротами, да? Прям огромное количество. Да ну вас нафиг, эй. Пустующая равнина. Может вы от меня все-таки отстанете? Нет? Я просто не хочу с двумя сражаться. Так. А я могу яйцо съесть? Это была еда. Ну? Понял. Тихо. Давай. Фигня. Ешь. Ну? Не надо спешить, я понял. Спешить здесь нельзя. Ладно, уже забьем. Че поделать? Зараза. Он подлечился, что ли? Хорошо. Только через парирование, я понял. Рана. Хорош. Отлично. Зараза. Иди сюда. Последняя еда. Пшеница. Нет. Пшеницу плохо восстанавливают. Бежим. Все. Просто бежим. Меня сейчас забьют. Я не хочу быть забитым. Кристаллы какие-то. Кстати, я могу на луг переключиться. Где они? Все? Все, точно. Блин, слушай, жесткие. Ну, во всяком случае, с одним бы я точно справился. С двумя просто сложно. К этому нужно привыкать. Я тут немножко побегал. Нашел еще одну кучку. Но она оказалась не тем, что нужно. Рядом были цветы. И помимо этого, я нашел железо. Просто так здесь валялось. То есть его добывать не нужно. Оно как камушек лежит и все. Запись была выключена. Потому что я чувствую, что бегаю, бегаю. Ничего не нахожу. Мне кажется, вот там, где как раз все. Я понял. Там, где светлячки. А вот как раз железо. Все окей. Так вот. Там, где светлячки. Там как раз графит. Нужно искать светлячков. И теперь просто возвращаемся обратно. Нам даже не то, чтобы обратно нужно вернуться. В первую очередь делаем с вами... У меня 15? А почему так много? Ладно, хорошо. Делаем с вами ключ. А, у нас с вами, смотрите. Туника это... Это самый рецепт. Дальше штаны рецепт. Зелье силы. Повышает силу атак ближнего боя. Стекло. На удивление прочный материал, из которого можно создавать прочные предметы. Это как раз понятно все. Это просто можно сделать. У нас, в принципе, почти есть на второй ключ. И вот если первый выпуск, он был такой обучающий-обучающий. Типа, ну очень простенький, да? То есть в начале игра показалась. Просто вот сейчас, вот постражавшись, побегав, я вижу, что она гораздо лучше. Она гораздо круче, действительно. Давайте, оденем вот это добро. Тихо. Секунду. Не так. Поменяем. Я говорил, игра очень хорошая. Просто, ну как бы, нужно немножко в нее поиграть, чтобы раскрыть весь потенциал. Давайте, открываем сундук. Что там внутри? Меч. Меч клинолесия. Класс. Задумка. Задумка. Подожди, а из чего он делается? Может быть, я могу сделать ремесло? Меч клинолесия. Нам нужен мох, древесина, бечевка и большие шишки. И все. В принципе, это можно все собрать. Только вот шишки, где собирается, я не знаю. Но, скорее всего, рядом с соснами. Просто нужно рядом бегать. Сейчас давайте к нему заглянем, потому что мы все собрали. Если я сейчас не ошибаюсь, у меня три сферы сразу есть. Ну-ка. Дружище, привет. Малыш, я нашел одну из тех сфер. О, они сверкают ярче, чем когда-либо. А что это вообще такое? Говорят, что это осколки древней истории. Они остались от давно позабытых созданий. Даже более древних, чем мы, большелюды. Теперь я самый настоящий коллекционер. Как увлекательно. Давай заключим сделку, маленький человек. Принеси мне еще сфер, и я изготовлю для тебя большой мешок. Куда их вместиться еще больше? Вот это мне нужно. А что? Звучит неплохо. Я сразу же примусь за работу. И нам нужно... У нас три из пяти. Зараза, нам не хватает. Ладно, нужно идти искать. Ладно, значит пошли фармить. Заодно там соберем вещи на меч. Там, не знаю, всякие ресурсы. Это раз. Во-вторых, мы с вами заглянем сейчас к лисам. Я заглянул к лисам. Вон еще одна сфера. А у лис я хотел, на самом деле, просто повысить репутацию немножко. Секунду. Да ладно, брось. Я сейчас заберусь туда. Я туда заберусь. Ладно, не отсюда. Как-то вот там вот нужно спуститься. Блин, как они мило скулят. Ну-ка, аккуратненько. Это четвертая. Есть. И нужно еще одну найти. Так, я предлагаю, на самом деле, скинуть железо, посмотреть. А у нас вражда с этими, блин. Ну ладно, потом поднимем. Я думаю, что не стоит совсем враждовать. Но мне хотелось бы с ними сразиться. Я вот сколько не кладу сюда железо. А, нет. Прибавляется. Хорошо, просто прибавляется очень мало. Кость. Костный мозг и кости погибших существ. Ладно. Перья. Стекло. Древесина прибавляет, но очень мало тоже. Понятно. Вот это заберем отсюда. Шишки продавать не будем. Металл нам по-любому пригодится. Ну ладно, хотя бы так. Там будет видно. Потихоньку начинает вечереть, но... Секунду. Мне показалось, что этот сундук здесь лежит. Нет. Я предлагаю пробежаться как раз по побережью. Может быть, здесь что-то будет? Вот там, смотри, на этом острове что-то есть. Туда можно сплавать. И мне, чтобы его открыть, скорее всего, нужен ключ, да? Да, ключ требуется. Это, блин, зашибись. А у вас здесь где-нибудь есть еще... Какого? Графит. Графита здесь не оказалось. Придется возвращаться обратно на остров, там искать. Потом сюда приплывем еще раз и заберем, что здесь лежит. Ну-ка. Здесь две единицы всего. Да, со дна. Я надеялся, что побольше будет, но все же, нам это хватит, чтобы сделать еще один ключ. Ремесло. Секундочку. Делаем ключик. Я поплыл обратно на тот остров, посмотреть, что находится в сундуке. Кстати, а у меня просаживается энергия. Я только сейчас обратил внимание, эта синяя шкала почти закончилась. Но можно, в принципе, этот звоночек съесть. Давай. Да, во, хорошо восстановили. Ну? Пожалуйста, будь чем-то хорошим, а? Щит, иноземец, задумка. Подожди. Господи. Опять задумка, то есть чертеж. Нас с вами нужно железо, два куска. Отлично. Валун, шесть кусков, древесина. Валунов я пока что не находил, но я думаю, что с этим тоже никаких проблем не возникнет. Железо больше не отдаем. Наконец-то оно пригодилось. Я нашел еще, правда, одну единицу. Хорошо. Ладно, досадно. Я просто решил по горам пройти. Секунду. Там какой-то свет. Я решил вот так вот по хребту пройти, посмотреть, что здесь лежит. Потому что по-любому где-то может быть сфера валяться. Ну и, естественно, еще графит и все дела. Так. Это у нас морковь. Это еда. Это шикарно. Правда, по одной единичке. Здесь что? А вот и валуны. Два. Четыре. Шесть. Нам теперь нужно найти древесину, и мы сможем сделать себе щит. Промазал. Еще один удар. Это было жестко. Сапфир. Ткань. Нет, подожди. Это слюпфир какой-то. Жетон собирателя. Древесина. То есть, в принципе, это не сложно. К этому можно привыкнуть. Вопрос в другом. Не порча я сейчас с ними отношения? Или тут есть те, с кем невозможно как раз отношения поднять? То есть, вот это на самом деле непонятно немножко. Так, это мы все с вами собрали. Потихонечку утро начинается. Да, мне кажется. Да, потихонечку утро начинается. Еще немножко пшеницы. Давайте сейчас не будем с вами тратить ресурсы, потому что, если не ошибаюсь, мне всего хватает, чтобы сделать щит. Да, у меня всего хватает. Но также мне почти всего хватает, чтобы сделать меч. Мне нужны только большие шишки и мох. А где они все собираются? Я мох, если не ошибаюсь, собирал рядом с домом нашим основным. Железо восстановилось. Аюсирес. Мне кажется, я здесь собирал его. Хорошо, предположим. Действительно, здесь все восстановилось. Звоночек. Нужно будет туда еще раз сходить, посмотреть, может быть там шишка будет. Здесь ничего. Я предлагаю сейчас заглянуть к этому слону опять, к малышу, и сделать себе получше рюкзак. А, урон от падения есть, понятно. Малыш, привет. Прекрасно, я как раз закончил твой новый мешок. Отлично. Следующий будет еще лучше, маленький человек. Найди сферы яхтеонов 25 штук, и он твой. Класс. Придется их как следует поискать, но судя по этому мешку, дело того стоит. Итак, улучшение мешка 1. Секундочку, предметное влияние. Как это выглядит на самом деле? Мешок, я так понимаю, что он просто расширил слоты, добавил. Вот и все. У нас с вами как раз появляется, смотрите, плевун, скрытник, яркопер. А это уже просто животные пошли, да? Животные, растения и прочее, прочее, прочее. Ну то есть, с учетом того, что это делала маленькая команда разработчиков, здесь прям очень много всего добавлено. Я предлагаю попытаться сгонять сейчас, секундочку. Сгонять обратно к нашему дому. Если не ошибаюсь, это в эту сторону, и там, по идее, где-то, как это называется, шишка должна быть одна. Здесь должно восстановиться, хорошо. Там, по идее, должна быть шишка, и абсолютно точно мох. Ну а возможно, мох стоит искать где-нибудь рядом с водоемом. То есть, вот там, например. Ой, курицы. Вы кто такие, курицы, эй? А можно я с вами не буду сражаться, ладно? Идите, идите лесом. Я вот сморковь здесь заберу. Но, в принципе, на них можно поохотиться, вот именно с них что-то собирать. Я думаю, что не стоит с селянами сражаться, потому что мы будем так, наверное, все-таки ухудшать с ними отношения. О, пухляша и яйцо. Это съедобное. Это хорошо. Но вы точно не пухляши. Здесь? Здесь я ничего такого не вижу, в принципе. Подожди. Нет, это собрать нельзя. Клинолесия, новая локация. Это где? Это вот здесь вот находится. А нам нужно добраться вот сюда. Да ладно, это успеем. Мы сейчас не будем с вами ломиться по, ну там, заданиям, потому что игра очень большая. Игра обширная. Здесь, наоборот, интересно побегать, все поизучать. Создать себе какую-то броню. Тем более здесь контента прям очень много. Вот, мы с вами находим мох. Осталось только шишку найти. Точнее, не одну шишку, а три шишки. Шишек нужно много. Я вижу, секундочку. Еще древесина. Секунду. Кстати, да. А, это типа виды предметов. И у нас, смотри, дерево может быть, например, по 10 в стаке. Все, хорошо. Здесь. Здесь. Спасибо. Было бы какая-нибудь механика, как найти эти шишки. Ребята, я вас кости и кожу заберу. Ладно. Вы, главное, не пугайтесь. Вас я трогать не буду. Это прикольно, что они просто скидывают. Мне кажется, там еще одно поселение. Или что-то типа того. А, там этот. Гладкий белый. Рядом какие-то лошади. А кто с ним сражается, не понимаю. Может быть, не стоит трогать, да? А, это рогач. Хорошо, я тебя понял. Лисы про рогачей говорили, если не ошибаюсь. Рогач-собиратель. Кстати. Я как помню, было написано, что игра будет под тебя подстраиваться. Ну, иди сюда. Давай все-таки сразимся. Да, 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 да. Лось. Хоть все. Он меня не трогает. А с этого ты все собрал? Нет. Слоновья шкура. Мясо. Еще шкура. Ну, раз он на меня не напал, то и бог с ним. Так вот, игра под тебя подстраивается, запоминает, как ты сражаешься. И адаптируется. Начинает сражаться лучше. То есть, ну, это написали разработчики на сайте. Если я все правильно перевел. Соответственно, чем дольше ты сражаешься, тем игра становится сложнее. Ну-ка. Еще немножко графита. А, шишки. Что так плохо все с шишками-то, а? Привет. Опа. Я отбил? Да, я отбил. Хорошо. Спокойка. Не спешим. От этого нужно все-таки уворачиваться. Нужно привыкнуть ко всем этим ударам. Ну, иди сюда. Сараза. Не то нажал. Все хорошо. Ты мой. До свидания. И опять же, как видите, никакого опыта нету. То есть, там, прокачки уровней и прочего. Здесь именно прокачка идет, ну, за счет предметов, которые на тебя одеты. Новое обмодирование. Так потихонечку формишь, потихонечку крафтишь. Сам обучаешься сражаться все лучше и лучше. Ты живое? Яйцо пухляша. Это был пухляш. Постой, пухляши. А, она, наверное, яйцо высиживала. Ладно, плевать. Не будем их больше бить. Кстати, яйцо можно сейчас просто скушать. Давайте, так как у нас с вами их много, поставим их на быстрый слот и съедим одно. Отлично. Беглит. Я даже не знаю, что это такое, провиант какой-то. Беглит. Потом разберемся. Зорка, клинолесие, ящик для пожертвований. Ну, то есть, это им, все нормально. Это у нас с тобой слюпфир. Невероятно прочный материал. Пускай чуть-чуть слюпфира. Один буквально кусочек. Дальше немножко древесины. Парочку вот этого добра. Нам чуть-чуть осталось. Камни, я не помню, сколько их нужно было, оставим. Что там еще у нас с тобой? Кости есть. И перья. Перья тоже отдадим. Все, мы с ними дружим. Подтвердить обмен. Теперь мы с ними дружим. Ты же со мной дружишь? Привет. Махнул рукой, но больше ничего не сказал. Это-то на самом деле замечательно. То есть, мы теперь сможем с ними торговать. А здесь что? Какая странная метка. Эта территория для нас священная. Мы всегда будем сражаться за эту деревню, так как это наша столица. А, здесь у них столица. Хорошо, я понял. Так вот. Есть один маленький нюанс. Прикольно. Ладно, давай спустимся. Мне просто интересно, могу ли я у торговца купить шишки? Потому что шишек у меня нет. И было бы прикольно, если бы я мог просто сейчас их купить и все. Я думаю, мы можем с вами сейчас вот так вот спрыгнуть, а потом по воде туда доплыть. Класс, открытый мир. Нет, молодцы. То, что действительно открытый мир, не обманули никаких ограничений. Спокойно по воде перемещаешься, по суше. Это действительно клево. Ну что, торговец, привет. Что у тебя есть? А, это его имущество. Пшеница. Скальный укроп. Подожди. Я очень сильно надеюсь, что у тебя есть, у тебя нету. Обувь, древонос, задумка. То есть это как раз чертежи. Это еда. Древесина, ткань, задумка. Ладно, я без ткани обойдусь. А что ты хочешь, чтобы я тебя отменял? А, по весу. А если вот так вот? Мало. Хм. Почти. Пёрышко. Подтвердить обмен. Ну, в принципе, ладно. Это справедливая сделка. Приходи ещё, я с радостью с тобой поторгую. Да, это замечательно, только у нас по-прежнему нету шишек. Ну что ж, я на самом деле предлагаю этот выпуск на этом завершить. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Шишки отправимся собирать в следующем выпуске. Сегодня много с вами сделали. Выполнили задание, получили себе получше рюкзак. Ну так, визуально это, естественно, не видно, но больше слотов стало. Добились дружбы как раз с Лесами. Ну и, естественно, очень неплохо посражались, поизучали эту местность. Продолжать будем в следующем выпуске. Постараюсь сделать его сегодня. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok